привет дорогие друзья приветствуем вас на канале контейнерное садоводство настал замечательный день когда мы начнем начали начинаем пробовать плоды всех растений которые у нас собственно говоря которых мы вели речь все лето и сегодня у нас на пробе и инжир который называется турецкий коричневый вот мне подсказали николаевич сенегов расскажите нам о том как он зреет как он почему они не все кстати созрели почему они вот часть висит уже созревшая часть еще зеленая совсем здравствуйте уважаемые садоводы сегодня у нас середина сентября полным ходом идет поспевание инжира мы сегодня посмотрим как спеет эта культура и попросим нашего ведущего продегустировать несколько сортов и так наш среднестатистический садовод российские привык к тому что осенью массовое поспевание урожаев такие культуры как слива яблоня груша подходит вся масса урожая сразу спелости его снимает ульджира немножко получается не так дело в том что такого чтобы валовая все зависть которая образовалась поспевал одновременно и у этой культуры нет в принципе такого не бывает поспевание инжира у нас происходит следующим образом вот по мере как он отрастал побег и фиги образовывались в той же последовательности они зреют вот если мы с вами присмотримся здесь в пазухах листьев видны следы от уже снятых поводов то есть вот эта часть уже она отошла вот у нас первая фига следом наливается вот мы их видим а следом еще которые сейчас образуют завязывается но здесь не будем питать иллюзии вот такие фиги безусловно уже в этом году поспеть не успеют необходимо отметить что в первую очередь как правило поспевает фиги которые образовались на многолетней древесине почему мы неоднократно отмечали что жевательно весьма иметь именно куст из многолетней древесины растений с многолетней древесиной а несколько позднее начинает поспевать формироваться прирост от корня молодые ветви они к правил более мощные надо отметить что в данном случае вот в этот сезон на их более мощный урожай вот и здесь очень показательно вот смотрите это поспевающие фиги в разной степени степени зрелости дальше наливаешься и даже есть еще много формирующихся серенька ваш так скажите пожалуйста а вот эти фиги которые только собственно говоря завязались которые маленькие сейчас они view на юге тоже что ли не вызревает для не успевают вызову ну конечно там ресурс несколько больше по типу по времени поэтому большее количество урожая там успевает сформироваться но самые последние осенние вот эти вот мелкие фиги и там тоже не вызреют ничего удивительно в этом нет то есть она за годы эволюции не поняла когда зима наступает дело в том что изначально это растение было родиной практически субтропический пояс где зачастую зима вообще очень условно и за несколько тысячелетий пожалуй пока человек возделать эту культуру появилось огромное количество сортов каждый из которых чем немножко отличается это накладывает свой отпечаток и еще хотелось бы отметить как собственно наливается и формируется плод у инжира инжир очень долго остается ну вот в такой стадии вот вроде бы как зависть потом достаточно резко буквально буквально в течение нескольких дней он начинает немножечко менять цвет и резко увеличивается в объеме вот посмотрите он наливается становится раза в три крупнее исходные зависти буквально происходит течение нескольких дней потом он начинает выбирать цвет собственно спеет и на конечном самом этапе вот конкретно для этого сорта турецкий коричневый если исходная зависть отходила от стебля под прямым углом стояли такие как солдатики то спелый инжир изгибает свое ножку на которой держится и так немножко свисает вот это вот для этого сорт это признак что сорт поспел полностью но я думаю что сейчас самый момент предложить нашему ведущему выбрать несколько самых спелого родов один выберите какой-нибудь самый провести дегустацию у нас сегодня много дегустации поэтому не будем так сказать наедаться ну давай открываете вот чтобы ощутить всю прелесть либо он отрывается очень легко это сорт сортовая особенность не очень крупные вот это вот нормальный фильм получилось сорвать парочку инжиров сейчас попробую я на самом деле в инжирах человек вот уже третий я на самом деле в инжирах человек неискушенный вот часто их покупал но турецкие попробуем это другая тема совсем укусить я покажу что внутри такой инопланетянин здесь нужно очень много потому что очень вкусно если николаевич пятерочка очень вкусно какое-то безумие на предмет нашей дегустации хотелось бы еще раз мы говорили об этом ранее передачах отметить следующее что настоящий вкус инжира можно попробовать только сорвав плоды непосредственно с дерево биохимически происходит следующий процесс после того как мы срываем плод в дерево в нем сразу запускаются процессы ферментативные процессы которые разрушают элементарные сахара самые ценные фруктовые сахара которые там находятся то есть пик вкуса инжира это момент когда он поспел непосредственно ветки и мы его сняли если у нас какое-то время хранится вот эти ферментативные процессы разрушают сахара начинаются процессы брожений и вкус уже падает теряется отсюда когда мы покупаем инжир супермаркете что сейчас не редкости можно легко его найти как правило отличать травянистым вкусом это не потому что этот сорт такой травянистый это просто последствия длительного хранения перевозки буквально два-три дня могут полностью испортить плоды инжира потому что если хотим поэтому если хотим находиться вкусом давайте выращивать сами